Начальную школу закрывают в селе имени Сабита Муканова в северо-казахстанской области на малой родине. Писателя не осталось детей. Отрицательная демографическая ситуация сложилась и в соседнем селе Женожол. В этом году в школу пойдут всего 45 детей, а интернат прекратил свою работу. Подробнее в следующем материале. В этих живописных местах родился известный казахстанский писатель Сабит Муканов. Когда-то здесь было большое красивое село, успешное хозяйство. Но постепенно все пришло в запустение. Теперь в селе осталось 13 семей. Это всего 60 человек. Старожил села пенсионеры Елубай Мусин с грустью вспоминает прошлые времена. Село у нас было большое, зажиточное. Все восхищались чистотой и порядком, которые здесь царили. Сам Сабит Муканов создавал этот аул. Многое сделал для его процветания. Сейчас все изменилось. Хоть и земля плодородная, но никто ей не хочет заниматься. У нас школа была хорошая, музей. Что теперь будет? Боюсь, что со временем село и вовсе вымрет. Главное наследие Сабита Муканова в селе – его дом-музей. Жители рассказывают, что деревянное сооружение построил сам писатель. Затем здесь жил его брат. Теперь память о жизни классика хранят 750 экспонатов. Среди них его личные вещи. Самые ценные из них представила заведующая музеем Алия Сарсекова. Это личная печатная машинка Сабита Муканова. На ней он печатал свои статьи и художественные произведения. Свой последний роман «Аканжолдас» он, к сожалению, не успел завершить. Массовый отъезд жителей села начался в начале нулевых годов. Кто-то перебрался в город, кто-то на историческую родину. В прошлом году, узнав о предстоящем закрытии школы, уехали сразу 10 семей. Здесь теперь нет учебных заведений. Остался только образовательный центр. Там обучают единственного ученика, говорит уже бывший заведующий начальной школы, Жаламан Калиев. Количество детей постепенно уменьшалось. Сначала было 28, потом осталось 20, потом еще меньше. В конце концов, решили закрыть. Учить уже некого стало. Агитировали людей из других регионов переехать в наши края. Даже работу обещали, но желающих не нашлось. Мы находимся практически в глуши. Расстояния большие, дорог нет, людей это пугает. Еще один классик казахской литературы Габит Мусрепов родился в соседнем селе Женожол. Его именем названы многие улицы страны. Но в само село ведет только грунтовая дорога. По мнению жительницы села Кагиды Сулдангазиновой, это одно из основных причин оттока сельчан. Нам бы дорогу построили. Для нас это основная проблема. Во время весенней распутицы по несколько недель не можем никуда выехать. Поэтому молодежь перебирается в город. В селе живут 76 семей. Есть школа, фельдшерский пункт и дом культуры. В прошлом году провели центральный водопровод. Отрезок автодороги, соединяющий с районным центром, тоже обещают отремонтировать. Проектно-сметная документация уже утверждена. Но здешнее население продолжает убывать. Недавно закрылся интернат для школьников. Причина этого объяснила Аким Майбалыкского сельского округа Гульнар Нур-Ахметова. Интернат закрывается в связи с тем, что нет детей. Раньше обучались дети с ближних сел, с Абита, с Желтыши, с Петровки. Но в последний год там всего три ученика. Поэтому уведомление они взяли, что интернат закрывается. Ждут остановления. Такая же участь грозит и средней школе в Жаножоле. В этом году там будут учиться всего 45 детей. Сабина Габитова, Айдарбек Айтмухамбетулы, Тулеген Иманов, Североказахстанская область, 24КЗ.